Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай красных бляшек на головке члена и крайней плоти. К нам обратился молодой человек, двадцати четырех лет, у которого спустя полтора недели после интимной связи появились высыпания. Он подождал, естественно, чтобы они подросли несколько, надеясь, что они пройдут самостоятельно, однако самостоятельно они не проходили. Секс был у него случайный, незащищенный, соответственно, но вы можете видеть на картинке, как это не просто пятна, а, можно сказать, папу или узелки, или даже бляшки, если угодно, на поверхности головки полового члена, крайней плоти и так далее. Но первое, о чем здесь стоит подумать, это о сифилисе. И всегда при таких высыпаниях необходимо исключать сифилитическую инфекцию, поэтому необходимо создать реакции на сифилис, ВИЧ, желательно еще и на гепатиты, БС. Что было сделано, во-первых, это раз. Во-вторых, взять анализы на половые инфекции. Ну и в-третьих, если это не сифилис, как в нашем случае, то что это? Чаще всего это два кожных заболевания, такие как красный плоский лишай и псориаз. Псориаз все-таки имеет большую картину в виде шелушения, иногда на нем даже на половом органе удается получить псориазическую триадию. Как правило, он находится еще и на других участках кожного покрова, однако к нам часто обращаются люди и с первичным высыпанием, встречаясь на половых органах. Однако это все-таки красный плоский лишай. Что это такое? Это воспаление, воспалительное заболевание кожи слизистых оболочек, которое проявляется зудящими как раз плоскими вот такими вот узелками. Поэтому он красный плоский лишай на коже и в том числе на слизистые оболочки полости рта. Поэтому всегда нужно проверять при наличии подобных высыпаний, поражений и слизистые оболочки полости рта, но в данном случае их не было. Что необходимо делать в таких случаях при отрицательных адресах на половые инфекции, на сифилис? Необходимо лечить красный плоский лишай. Он лечится довольно просто. Если это кожное, чисто кожное поражение только на половом члене, то, как правило, достаточно препаратов озона, нотрите сульфата внутривенок, кальциевую канату внутримышечную через день. Наружно мы используем не гормональные препараты, а по типу родовиты, видосимосмягчающие. Как правило, такого лечения через день 10-15 инъекций достаточно для полного разрешения подобных высыпаний, как и в нашем случае. При стойкости высыпания в ряде случаев можно использовать гормоны, как наружно, так и в виде инъекций. Опять же, если это не захватывает другие участки кожи, то такого лечения, судя по нашим наблюдениям, а их у нас уже около 500, вполне достаточно. За последние 10 лет мы наблюдали довольно много таких случаев и резистентных подобной терапии крайне мало. Поэтому не нужно забывать о таких простых препаратах, которые давно применяются в дерматологии, имеют большую базу применения и безопасны. В случае наличия зуда также можно добавить антигистаминный препарат. Поэтому вот такое простое лечение в данном случае у данного пациента в районе 10 инъекций при, казалось бы, таких высыпаниях привело к полному разрешению подобных высыпаний и совершенно было не связано с данной конкретно половой связью. Почему он не возникает после половой связи? Это, конечно, большой вопрос. Возможно, это тот нервный стресс, который испытывает мужчина после того, как он совершил половой акт, осознает, что он был незащищен, думает, что он чем-то заболел. Возможно, это местное раздражение, как, допустим, симптом Кёбнера, когда на местах раздражения появляется подобное высыпание. Вот эти две, так сказать, гипотезы объясняют то, почему именно красный плоский лишай возникает впервые именно на половых органах. Учитывая, что наша клиника занимается и на половых органах, поэтому это уже не первый случай локализации красного плоского лишая именно на половых органах, дебюты заболеваний именно с данной области. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве. У нас прямо грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube, наш канал Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok